Шалом, дорогие друзья! Шалом, Хаверим! Мы на канале Рэбэ Ильяу Коцарг и сегодня мы будем разбирать очень интересные вопросы с вами, как всегда. Но прежде всего хочу вас поздравить с наступившим Шаббатом. Шаббат Шалом! Пусть мир, который от Бога приходит в ваши дома, в ваши сердца, в ваши семьи. И пусть суббота эта для вас будет радостной и веселой. Пусть всякое горе уйдет и всякая печаль уйдет далеко за пределы нашего дома. Действительно, это особенный день такой, когда, я не знаю, весь мир остается в суете, а народ Божий погружается в этот мир и мы как репетируем с вами тот мир, который будет в вечности с Творцом. Мы как вот каждую субботу, приходя в этот мир, мы учимся находиться в покое, и находиться в радости и в мире, и чтобы в вечности уже наследовать этот мир. Ну, я имею ввиду Шалом, это тот, что успокаивает все вокруг вечности наследовать навсегда. И я думаю, что приложившись к народу своему, так и будет, если мы приложимся к народу своему. Если мы не просто называемся, а есть народом. И сегодняшний день, ну, мы будем сегодня с вами общаться в рамках главы Ваишлах. И там много чего интересного мы увидим. И я лично, ну, поделюсь тем, что я в этой главе увидел. Ну, а уж потом, я не знаю, в конце, может быть, мы назовем как-то тематически этот урок. Ну, в общем, начнем. Прошлый раз, прошлый урок мы закончили на взаимоотношениях и Сава, и Иакова, и об этих двух разных братьях родных по крови, ну, насколько разных. И мы об этом говорили, что от одной и той же матери, и от одного и оттого же отца одновременно рождаются два языческих народа. Ну, выбор Иакова, он делает его родоначальником Исраэля, а выбор Исава делает его родоначальником тех народов, в частности, и греко-римской цивилизации, тех народов, и Амалика, тех народов, которые все время воевали и воюют против Исраэля, заливая, проливая невинную кровь на протяжении многих тысячелетий. И эта кровь уже, земля, насколько пропитана нею, что она отовсюду вопиет возмездие, потому что невинная пролитая кровь, вы знаете, еще с самого начала, когда Каин убил своего брата, таким образом поступая, те народы, которые, по сути, являются нам братьями, они вот так действуют и делают на протяжении тысячи лет, убивая своих, в принципе, своих родных. Почему так происходит? Ну, видимо, человеческий выбор. Я не думаю, что это Божий план. Бог сотворил человека свободолюбивым, и Он дал ему свободу выбора. И человек наделен тем, о чем мечтают ангелы, но не имеют этого. И человек может делать в своей жизни выбор. Или в сторону добра, или в сторону зла. И вот этот выбор и разделяет народы, и отделяет народ Божий от других народов. Потому что способность делать добро, и больше того, делать добро, это как образ жизни, это присуще, ну, я вам скажу, очень немногим людям. И вот благодаря тем праведникам, которые действительно праведны, и состоит на, ну, благодаря этому народу Божьему, пока он находится на земле, эта земля существует. Ну, и остальные, те, кто делает, ну, типа добро, по своему разумению, по своему расчету, или по своему каким-то соображениям, тот, ну, это не добро, потому что тоу-ва-ара, это яблоко, ну, с дерева познания добра и зла, да, я уже там, ну, далеко в уроках тех прошлых говорил, что это одно и то же яблоко. Когда человек хочет понять, что есть добро, или зло, самостоятельно, да, то тогда он попадает в ловушку, потому что если он делает добро по своему разумению, и то это добро может превратиться в абсолютное зло. И, ну, и наоборот, делать зло, а это превращается в добро. Поэтому только одному Богу известно, что что есть добро. И когда у нас есть с ним отношения, мы немало об этом говорили, перед емким пором, если у нас есть с ним крепкие и четко установленные отношения, то мы знаем, ну, он дает нам возможность делать добро, он посылает нам эту возможность, он открывает наше сердце для милосердия, открывает наше сердце для сострадания, и открывает наше сердце для добрых дел. И делая добро через нас, ну, приходит тот свет, на землю, который и просвещает, и привлекает, ну, людей к этому народу, я скажу так, ну, или к Богу и народу. Потому что народ сам по себе, я уже говорил, Израиль, это Исраэль, да, это больше, ну, как имя, но не как народ. Потому что те, кто сейчас наполняет Израиль, но живет по своим похотям, страстям, делает, что хочет, это больше домляне, чем Израиль. никакого отношения они к Израилю не имеют. Израиль это народ Тары. Израиль это тот, кто Исраэль, стоит прямо перед Богом. То есть, имеет с Богом прямую связь. И если человек не грешит, то он может напрямую обращаться к Творцу. и там в этой главе сегодняшней мы увидим как важно помнить иметь умение промолчать или следить за тем, что ты говоришь. Потому что от того, что ты говоришь, иногда бывают серьезные последствия. И мы все это с вами сегодня увидим. В общем, встреча Исава Якова прошла мирно. Я говорил уже на прошлом уроке, что те благословения, которые Иак и Ицхак перепутал, потому что он не был зрячим пророком. Об этом много говорят мудрецы. И я полностью здесь в этом вопросе согласен. Потому что то Первенцева и то благословение, которое он собирался дать Исаву, потому что он ему добывал пищу и готовил вкусную. То есть это чисто плотское такое желание. Оно по праву принадлежало Иакову. А второе благословение, которое хотел дать Иакову, оно как раз по праву принадлежало Исаву. То есть замысел Божий, что Иаков в шатрах и он учит Исава, ну и те народы, которые пошли против него, учит чему? Законом Божьим учат, открывают тайны Божьи, а Исава охраняет его своим мечом. То есть потому что это, ну, такие воинственные народы, они умеют воевать. Но вы знаете, что этого не случилось. И наоборот то, что должно было вот так работать, разошлось и стало ну, стало как бы по разные стороны баррикад. И здесь мы видим, что на протяжении многих тысяч лет идет и продолжается эта война народа Божьего и всех остальных, кто против них стоит. Потому что я говорил уже, Исау подружился с Исмаилом, взял дочь, которая от него и тем самым ну, как бы они объединились вот этой общей ненависти к Якову. На пару дней назад мы я не скажу, что отмечали, потому что это не отмечали. Был день скорби и день, который напоминал всему миру, который очевидно забыл о Холокосте. и тогда за непродолжительный что такое Холокост, когда за непродолжительный отрезок времени было убито 6 миллионов евреев. Гитлер, который был одержим идеей и кто знает, кто не знает его позиция, то есть его два столпа, на которых он в своей теологии заметил, в своей, потому что он, ну, как бы, думал, что это его понимание, но на самом деле он действовал на стороне тьмы и сделал этот выбор. Вот так он в своей ненависти против народа Божьего он опирался на два столпа. Один из них это Фридрих Ницше, это идея создания сверхчеловека и идея вообще, ну, там в книге так говорит Заратустра там заложен этот такой посыл и читающий он был, ну, как бы, ярым поклонником этого философа. Вот. А второй к великому сожалению столб это Мартин Лютер, причем поздний Мартин Лютер, не тот, который начинал и говорило еврея хорошие слова в надежде, что они ну, как бы поддержат его против его борьбы против католической церкви, но когда он увидел, что евреи его не поддерживают, потому что хрен и редьки не слаще, понимаете, и ну, ничего нового, просто то он захотел как бы сделать свой порядок и свои уставы, которые чуть-чуть и отличались от уставов и порядков католиков, и вот когда его не поддержал еврейский народ, финансы, которые он надеялся от них получить, не получил, он начал напрямую писать и призывать вообще евреев ну, вообще стереть лица земли, превратить их не школы в развалины, чтобы они не изучали там, ну, не могли изучать там Тору и вообще ну, приравнять их к цыганям, которые не имеют свою родину, и я не в плохом, пусть не подумаю, что я против цыганий, что-то имею, это тоже народ, но то есть но это скитающийся народ, который долгую воду не знает своей родины, но вот такой он хотел сделать и с Израилем, вообще, чтобы все еврейское должно быть уничтожено, это труды, кто не знал Мартин Лютера, и кто хочет проверить истинность моих слов, покопайтесь, вы найдете ответы на свои вопросы, и подтверждение тому, что я говорю правду, вот, ну, Мартин Лютер стал основой, это основа протестантов, и впоследствии это все как бы перешло чуть немного в другую плоскость, и все продолжилось, и все продолжается, в общем, идея Гитлера, и говорят, я не видел этот документ своими глазами, я был в Аушетте, первом, втором, я видел эти ворота, на которых написано, работа сделает вас свободными, и на немецком, и ну, видел все эти ужасы, которые там творились, ну, не то, что своими глазами, но там до сих пор это стоит дух такой смерти, да, видел, как когда услышал там рассказ, как когда уже крематорий работал, ну, не успевал сжигать людей живых, которых они туда закидывали, этот руководитель Аушвица, он приказал построить такие, ну, как ванны, только большие, такие, бассейны, их заливали кислотой и туда кидали людей, детей, женщин, таким образом, когда Гитлеру доложили, как там убивают, сам Гитлер ужаснулся, ну, что можно так жестоко обращаться, то есть, тот, кто подписал, говорят, договор на уничтожение 12 миллионов евреев взамен от темных сил или от Сатана, он должен был получить абсолютную власть над всем миром, и когда качнуло они в его сторону, и он увидел, что начали прорировать они, и несколько войска начали отступать, то тогда он думал, что из-за того, что он не выполняет свою часть договора, потому что уничтожено мало евреев, из-за этого он терпит поражение, и вот эти процессы, они еще больше ускорились, если раньше они просто обманывали евреев, говорили собирайте все ценности, все свое добро, мы вас хотим вывести, чистить Европу от вас вывести на вашу землю, и там себе жить, и евреи ехали с усилием, с радостью, собрав свое добро, все, чемоданы, и все, ехали в Эрот Израиль, но эта поездка завершалась ваушет, и ему подобных, вот такая была история, к сожалению, эта история забыта сегодня в Европе, и знаете, что самое печальное, тот урок, который тогда извлекли все народы, когда вместо нашей нации, потому что я не помню статистику, но нобелевских лауреатов, самый большой это евреев, и образованнейшего народа, который был врачами, учителями, который занимался просвещением, делал изобретения всевозможные, взамен они получили позже вот это арабов и всего такого, то тогда начали те, кто поняли, в чем дело, что произошло, они начали в частности вот Германия, к примеру, она начала завозить искусственно заманивать евреев, они там давали такие, ну и сейчас дают такие хорошие условия жизни, там квартиры бесплатные, социальные пакеты которые обеспечивают может и не работать даже и тебе будут социальные пакет платить, оплачиваться квартира, все ну то есть идеальные такие условия, потому что по ихнему живому заключению, что если на там я не помню опять же на 1 гектар площади если там есть 100 евреев то эта земля была славянная это не манируем заключение друзья это я делюсь умозаключением ими тех людей которые все это придумывали и вот тогда разными ну я же Америка тоже открыла двери для евреев и многие страны вот так поднялись потому что этот народ нога когда куда ступает нога праведника там земля из пустыни превращается в оазис подтверждение тому хотя сейчас в Эрес Израиле много нечестивых я уже об этом говорил но есть много праведников и поэтому пустыня делается садом кто был в Эрес Израиле на земле Израиля тот подтвердит мои слова и скажет вам что там все утопает в зелени а по экологии по экопродуктам Израиль занимает сельхохозяйственным и Израиль занимает третье по моему место в мире вообще вот такая маленькая страна когда евреи там пустыня а когда они есть это представьте как это вообще нонсенс но прошу прощения но что есть то есть я сам видел когда здесь еще даже об этом разговоре не было я видел меня в деле показывали по кибузам когда как у них бережное отношение к воде как они вот это придумали орошение вот это капельное которое сейчас уже начали использовать многие своих этих как-то много но вообще у них вообще безотходное производство все идет в дело и насколько это делает страну процветающей еще одно яркое сравнение когда в одном городе к примеру Иерусалим вот ты идешь еврейский проходишь квартал там порядок чистота мир опрятные одетые люди дети чистые они не роются где-то не бегают по мусоркам проходишь и заходишь в арабские районы и там то что видишь это ужасно туда страшно заходить и нас предупреждали пожалуйста если вы попадаете в арабский район не говорите на иврите потому что может возникнуть конфликт говорите на русском или там на украинском ну не общайтесь на иврите и и самое ужасное вот это что я тогда помню это вот этот везде запах гашиша такого дурмана который из конопли изготовляется везде устойчивый запах там где арабы там запах который пропитанный наверное там я не знаю и проходишь конечно большой контраст и естественно грязь разруха и опасность чувствуется просто несмотря на то что там тоже есть патрули патрулируют с автоматами вооруженные люди израиля но это не дает чувства безопасности потому что действительно вот какая-то такая как аура ненависти там висит по этим районам очень сильно отличается и вот люди тогда после войны да сразу человечество сделало вывод и вывод я уже сказал какой что лучше иметь вот эту чтобы населяла тебя вот эта образованная нация чем те кто работать не хотят хотят только убивать насиловать воровать и и все прочее и жить на социалку как беженцы и когда я был последний раз в Германии ну со служением потому что после того я был в Германии ну и мы общались с пастырем с одной из ну пастырь самой большой немецкой церкви и его дети рассказывали они говорили что сейчас небезопасно уже даже немцам пойти где-то на дискотеку или в какое-то кафе вечернее потому что арабы если заходят толпой они ну даже немцев они не щадят они там начинают себя так вести пристают там могут побить а у немцев выработалась какая-то такая знаете как чувство вины и перед другими нациями ну из-за того что тогда устроил немецкий народ и они себя ну вот так сдержанно ведут и боятся хоть чем-то обидеть а эти еще сильнее и это было очень давно и я видел как во многих городах ты ну проезжая многие города у нас тогда был круиз по Германии ты проезжаешь многие города и ты очень мало видишь немецких детей ну в основном это арабские дети это вот я помню в первый раз увидел идет арабская женщина и в ее коляске так ну детей человек шесть сидит и шесть детей и воду и коляски такая коляска длинная я помню как я серый арафат это такой был сильный борец против еврейства и всего еврейского как он сказал наше оружие это чрево наших матерей и знаете он не промахнулся тогда еще это было мало похоже но похоже что он пророчески это сказал потому что Европа потихоньку превращается в арабские страны и это очень ну как бы печально потому что с Норвегии Норвегия стала стерильной от евреев еще лет пять назад по моему тогда ну последняя община еврейская уехала потому что им сказали что мы не можем вам обеспечивать больше безопасности и вот едьте у вас уже есть своя страна едьте туда сейчас та же самая история повторяется во Франции откуда уже пару лет года три или четыре самая большая алия и уезжают евреи та же самая история сказали мы не можем обеспечивать вам безопасность и гарантировать ее израиль вот туда едьте зато почему так они себя ведут ну потому что арабских людей становится арабов становится больше я не говорю за всех арабов друзья есть там тоже есть образованнейшие люди культурные воспитанные ну которые тоже у которых тоже можно что-то поучиться я говорю за тех кто устраивает вот эти взрывы устраивает вот эти погромы все различные и вы знаете что волна вот эта она разрастается и шахиды и им подобное она разрастается и все больше и больше туда втягиваются людей которые о которых я говорю как нормальных людях их дети туда втягиваются и их цель это полностью установить ислам по всему миру они не признают ни одной религии больше нет бога кроме Аллаха ну хотя Коран очень мало отличается от Тора и чем там в основном все взято с Терей просто там вместо Исхака они говорят что Измаила и Авраам приносил ну вот к примеру жертву потому что Измаил был любимый сын Авраама ну и такое проще и проще то есть как хотели так и передерпнули но к чему я это все веду я веду к тому что люди забыли тот урок который что произошло в 45 сейчас очень много говорится о любви к Израилю особенно по церквям ну много разговоров много молитв за Израиль ну друзья я еврей и я живу по Торе и я вам скажу то что я вижу и я об этом не буду молчать это просто разговор и не больше потому что когда я столкнулся с реальной проблемой или моя семья столкнулась с реальной проблемой и мы обратились к пастырям знакомым церквей с просьбой помочь потому что ну вот такое положение ну и они знали они видели у нас все документы были и знали всю полноготную почему так знали что вы думаете никто не не захотел помогать если помогают это простые люди и всегда такие были и в Израиле они называются праведные праведные Израиля это те люди из других народов которые и во время той войны спасали Израиль пряча еврейских детей пряча даже взрослых и это им грозило смертью но они это делали и это праведники других народов но они причтены праведникам народа Божьего потому что действительно ну они в час испытания все проверяется в час испытания ты можешь очень много говорить о своей любви к Израилю но все слова твои они проверяются испытанием то есть вот тебе Израиль вот зачем далеко тебе ходить вот тебе один из Израиля который попал в беду и который вследствие таких тяжких обстоятельств обращается за помощью единицы находятся людей которые откликаются и я благословляю Бога в их жизнях я вам говорю заодно только желание благословить народ Божий заодно желание только Бог дает возможность благословить то есть это та часть обетования которая говорит благословляющих тебя я благословлю и знаете друзья вы можете сказать мы все евреи нет не все какое преимущество Павел говорит быть иудеем в чем преимущество хотя до этого он объясняет что это не усы не нос не нос и не уши делают человека евреем но потом задает вопрос в чем преимущество быть иудеем и он говорит во всем а наипаче тем что им верено слово Божье и сегодня оно я думаю что приходит то время когда должно стать все на свои места потому что знаете ну учить потому что если рассматривать к примеру ну ну христианскую религию да в отрыве от иудаизма ну если взять ну а как можно оторвать бритха душа да хорошо от иудаизма если там все действия происходят между иудеями и завет заключается с иудеями но вы же никак не оторвете и не не можете этого сделать то ну это это же не новая религия это же она же имеет в основании иудаизма и знаете вот эту ну такую историю когда говорят давай уберем из церкви все еврейское ну а кому мы тогда будем молиться ну поубираем хорошо и Петра и Павла там ну так придется Иисуса убрать которого верить как это потому что он еврей тоже был вот так вот и вот такая метаморфоза я знаю что сейчас происходит в Америке и что сейчас о холокосте запрещают говорить и учить детей вот такая школьная программа и в других странах Европы эта же тема повторяется то есть замалчивание не должны об этом говорить все народы пострадали почему должны одни выделять других я я согласен с этим отчасти потому что одно дело когда ты умираешь защищая свою страну с оружием в руках а другое дело когда за то что ты еврей сжигают твоих детей твою жену вообще невиновных младенцев бросают разрывают и это все делали не только немцы кстати немцы были удивлены когда на Украине за пачку гречки выдавали еврейские семьи чтобы потом переехать в их квартиры или разворовать их добро потому что немцы приходили забирали евреев и все тоже это было доставалось тем кто указал на это поэтому здесь вот такая проблема то есть похоже что все забыто придано забвению и сегодня антисемитизм а вот это такое слово знаете антисемитизм которое мало для меня понятно потому что ну его как-то в отрыве как бы сказать в отрыве от как элемент зла может быть используют но какой антисемитизм это натуральный сатанизм кто воюет с народом божьим кто постоянно клевещет на него сатан и вот такой дух антисемитов дух антисемитов и ним заражены очень многие и в христианском мире это к сожалению это бич один из таких очень серьезных и я вам ну я могу массу примеров находить и я не буду говорить за прихожан потому что ну их так научили многих многие и много кстати и многие это не принимают и действительно любят Израиль и помогают Израилю но основная масса и пастыря они в основном очень агрессивно настроены против Израиля и против всего того что называется Израилем друзья нельзя Израиль без Бога не существует а Бог этот народ избрал и то есть это избрание и Бог не может от него отказаться так вы тогда вычеркни если вы вычеркиваете из своих этих всех ну Израиль всех своих там памяти и это всюду и не даете так и Бога тогда вычеркните ну как это ну не мог не существует так нельзя что я буду поклоняться Богу Израиля но Израиль мне по вообще пополам потому что я сам Израиль и ну вот такая позиция очень ложная и очень такая ну она ведет к тому что сейчас в мире начинает происходить что-то новое мы видим нет история повторяется нет ничего нового под солнцем сказал когда-то экклесиаст мудрый царь Соломон все новое это хорошо забытое старое и эта история уже неоднократно повторялась и она опять но я думаю что это последняя волна которая поднимается против народа Божьего потому что в этом в этот раз за свой народ будет воевать сам Бог и в этот раз мы не сможем надеяться на свои танки и на свои там какие-то самолеты потому что против Израиля поднимется весь мир все те кто не Израиль поднимутся против Израиля я же говорю то что Эдон содружился мы видим Патуре с Ишмаэлем даже породнился это вы увидите очень скоро то есть Римская Греческая и все остальные там можно если кому-то интересно я когда-то об этом расскажу как народы и откуда они происходили ну все практически для многих ну практически для всех начало это был Исау вот вот этот Исау который как бы вроде бы и любил своего брата но в то же время ненавидел и держал постоянно ну нож за пазухой и они ну я рассказывал уже что они разошлись да а когда они разошлись то Яков пошел своей дорогой и Исау пошел своей в 2207 году оцетворение мира вот этот год стал для Якова или для Исраэля ну правильно может быть уже так его будет называть годом потери и горя потому что и помните этот случай когда вышла Дина дочь Леи посмотреть на дочерей той страны где они остановились ну устная Тора и Медроши говорят что тогда у этих у тех народов среди которых они остановились был праздник и они поклонялись своим богам то есть идолопоклонством занимались ну и Тань Джумедроши говорит о том что это был шаббат и вот нехорошее время выбрала Дина для того чтобы посмотреть чем они там занимаются вообще помните такое когда Шауль говорит что общего у света с мою или что общего у праведника с нечестивым есть праздники господни и которые для народа и только для народа есть очень много разных праздников в котором ну все другие народы празднуют и понимаете одно дело ты знаешь что эти праздники есть а другое дело что ты принимаешь в этом участие и это ну может печально печально закончиться для тебя потому что такие безобидные штуки да ну и что ну вот я праздную рождество да ну и что тут такого но бог не говорил этого делать ну весь вопрос только в этом если бы бог сказал что народ должен это делать да и аминь я бы сказал да и аминь а ты скажешь ну вы скажете мне возражают но ведь в этом же ничего плохого нету да может быть но я не уверен потому что знаете я видел что творится на рождество может быть где-то в церквах проповедовали и разошлись но что потом делается это нас настоящая вакханалия и как может свет да превращаться в чему так быстро но если вы на праздник пошли в церковь вы осветились а потому что на рождество я был в западной украине там ты что там это все строго не дай бог ты там не не показался в церкви в любой причем не важно у них там всяких очень много разных динаминаций и все воскресения по церквям субботников но в субботу по церквям но если ну вот праздник рождества если ты там где-то не не отметился хоть в одной из них то на тебя будут уже смотреть как на врага народа серьезно а когда мы занимались какой-то работой с Оксаной ну нам надо было делать у нас шаббат закончился и нам надо было делать у нас были животные и мы что-то делали то нас в открытую ну проклинали некоторые вот так и из-за того что ну вроде бы ничего плохого не делается но людям так внушили что вот это главное все остальное то не важно если для вас вот это главное а Бог не важно то вы так и скажите зачем людям голову дурить ну вы понимаете что вот этими Рождеством Троицей праздниками своими что там еще праздники я уже подзабыл тем вы дурите голову людям которые ну едва едва только от каких-то заблуждений еще отошли и впоследствии это оборачивается ну открытой ненавистью тех людей ко всему что Божье ну понимаете или нет ну кто-то может понимает Дина которая вышла посмотреть в шаббат что там делают идолопоклонники получила на этот праздник хороший подарок ее изнасиловали я говорю хороший это вот в кавычках ее изнасиловал сын там кейшего тамошнего вельможек и ну и вот чем для нее это закончилось как бы вроде бы ну ничего же ничего плохого не хотела она да друзья те кто сказал твердое нет для тех кто сказал твердое нет язычеству и сказала я буду жить по законам и правде Божьей запомните для тех безбожников вы становитесь главными врагами потому что цель их ну их даже цель ну не спасение людей цель это их не деньги а вы можете этих людей поделать свободными и они не больше не будут им тащить в карманы набивать деньги лучше может произойти понимаете и они ненавидят таких кто сказал нет но еврейство это не игрушки запомните каждый просто я всегда предупреждал и когда мы начинали новый цикл или где-то новое служение и собирались люди я всегда предупреждал друзья вот может раньше потому что в основном приходят люди которые уже что-то понимают ну читали да и вот дочитались до того что шаббат это шаббат а не воскресенье я всегда предупреждал друзья здесь немного по-другому здесь ну я вас как бы и выгнать не могу ну здесь никто вас тащить не будет и вот с вами памперсы вам менять тоже никто не будет здесь вы становитесь на тот путь на котором не очень себя комфортно чувствует человеческое я а можно сказать еще и и больше оно чувствует себя дискомфортно потому что его начинают подрезать его начинают обрезать и твоя внутренность начинает бунтовать и не лучше ли мне вернуться сесть там у меня когда-то такое было я когда было очень тяжело думаю что мне не сиделось в церкви там бы сидел бы себе я всегда на задней этой устраивался там галерка вокруг меня собиралась мы там сидели себе хихиха вот это Ну, такое, молодые были, бесчинствовали, скажем так, по мнению. Хотя ничего плохого мы не делали, ну, вот так вот. И я и здесь хочу еще раз предупредить. Это, как по мне, это, помните, еще о заборе, и что он, дверь туда. Для овец. И говорит о людях, которые лезут через этот забор, пытаясь всячески преодолеть преграду, минуя вот эту смерть для всего языческого. Ну, ведь когда мы говорим о Бешуа, да, и о сораспятии, то мы говорим о сораспятии своего плоского Я. А не на то, что вам надо залезть на крест и поприбивать себе руки и ноги гвоздями. Хотя находятся и такие уникумы, я видел лично своими глазами. Вот, и висеть там, вот это они считают сораспятие. Сораспятие, о котором пишет Павел в шестом, в шестой главе Кремлина, он там говорит, «Не знаете, что когда крестились, в смерть Христовую крестились». Так вот это, как раз, вот это смерть этого Я плоского. И без этого дальше ты не можешь перейти в еврейство. Если оно еще живо, ты не можешь стать иврень. Вот не можешь. И я сколько наблюдал примеров, когда вот людям хочется, потому что, знаете, что-то новое, какая-то мудрость, какое-то там мясо им уже хочется. Они считают себя уже насколько духовными, да, что их вот это уже, вот эти начатки, да, там уже неинтересно. На самом деле, друзья, ну, 91-й псалом Тегелима. И там написано, сейчас попрошу жену, чтобы подала мне... Оксан, ты можешь мне подать Тегелим? Хочу вам прочитать там, как там написано в оригинале. 91-й Тегелима. Давай я сам открою. Как в оригинале, ну, в оригинальном переводе это звучит на русский язык. Оно немного отличается от того, что написано в псалтырях. Так, здесь написано, посвященный в тайну Всевышнего, под сенью Всемогущего обитает. Понимаете, о чем здесь говорится? Нет? Ну, кто понимает, слава Богу. Кто не понимает, объясню. Если человек ищет Бога, и ищет его, ну, не так, чтобы, знаете, от воскресения до воскресения, а ищет его самостоятельно, роется, копает. И, ну, делает это не уставая, потому что, несмотря на то, что его клюют, там, заклевывают с разных сторон, говорят, а что ты вот это задумаешь, успокойся, сядь, там, молчи, не это, потому что хочется, особенно не имея шепота, с кем-то поделиться тем, что Бог открыл маленькой тайной. Да, и от тебя, ну, ты шо, это какая-то ересь, то, что ты, это, и, ну, те, кто ищет, то, и что я говорил, стучите, вам откроют, ищите и найдете. И те, кто ищет, те, кто копает, те получают эти тайны. Бог начинает открывать. Что такое тайна? Это, ну, вездесущий, Всевышний. Для всех народов он остается загадкой. Для народа Божьего он начинает открываться. И открываться, открывать свои грани, открывать свои имена, открывать те тайны, которые вы хотели бы постичь и узнать даже ангелы. И только тот может обитать, кто посвящен в тайне, в тайну Всевышнего, под сенью Всемогущего обитает. Только тот может обитать под сенью Всемогущего. То есть, как под крыльями, под крыльями птица большая прячет своих птенцов. То есть, не так Всевышний для народа своего. Но люди, вот я заметил, из-за того, что оно тянет, хочется какую-то тайну узнать, чтобы потом умирую, чтобы потом денег много, много заработать. Как же это сделать? Ну, правильно, расскажи мне. Или там, чтобы суденой, верховным стать, как надо правильно молиться. Ну, как раз с разными такими лезли. Ну, они, ну, пытаются попасть под защиту Божью, да, то есть там, где дети. Минуя вот это первое. Минуя посвящение в тайны. То есть, минуя познание Творца. Вот, дошли до Христа хорошо. А дальше нет, остановились и стяжают по-прежнему. И вот эта беда основная. Но они хотят еврейства. А сейчас еврейство, оно становится модным. Ну, на какое-то время, вот это, мессианские общины, ой, там весело скачут, пляшут, пляшут там, поют классные непонятные песни, потому что, ну, часто на еврейке поют, часто, не знаю, сами что поют, но поют. И это модно сейчас. Ну, какое-то еще время это будет модно. А потом это станет очень немодно. Но те, кто сейчас вот это пытаются перелезть в забор, лучше этого не делайте. Вот, ну, потому что, если можно там игрища устраивать, то здесь все начинается серьезно быть. И здесь, если ваше плоское я не мертво, то так вам закрутит мозги, что потом попробуй разобраться. Потому что, ну, я недавно наблюдал один такой случай. И хотя я их могу вам рассказывать об этом пять, шесть, семь часов и приводить как все время примеры. Как человек попер, потому что ему так захотелось. Садил кипу, объявил себя на всю округу евреем, и все, и два месяца он был евреем, а потом, короче, не евреи, а все. И скинул кипу, и стал посмешищем. Поэтому Ишуа учит, и он говорит, ну, какой портной, прежде чем там отрезать кусок, не отмеряет семь раз. Или тот, кто собирается на войну, не посчитает своего войска. Или тот, кто начнет строить, не свои средства не посчитать. Чтоб потом, когда, ну, у него вдруг не хватит, чтоб он не стал посмешищем. Ну, понимаете? Это узкий, тернистый путь. Народ Божий идет по этому пути на протяжении почти шести тысяч лет. И это избрание, оно, конечно, всем хочется быть избранным. Но избрание, это не тили-тили троллевали. Это тяжелые ноши и большая ответственность. И быть светом для всего мира, это тоже большая ноша и большая ответственность. И страдать за правду, за истину. Когда, если бы ты был по-прежнему в системе, то проблем бы вообще бы не было. Вот, поверьте, у меня, ну, финансовых или еще каких-то. Чтоб жена болела и финансовым не нашел. Потому что сейчас бы такого не бывало. Тем более на том уровне уже. Когда ты не просто прихожанин, а ты пастырь, раввин там, или еще что-то. Там сами тебе будут предлагать. Так вот, понимаете, о чем я говорю? Холокост. Друзья, вспомните, что это не праздник. И вспомните, что это та цена, которая, наверное, была заплачена за существование всего мира. Бог позволил умереть 6 миллионам из его народа. И можно рассуждать много. Ну, может, это по правде было, или там, ну, может быть, это из-за их грехи, там, или еще что-то. Я не хочу в это вмешиваться. Это отношение Бога и народа. Но, чтобы это не повторилось, а больше того, вспомните, хочу напомнить то, что два отличительных признака Холокоста. Небольшая кучка людей, их можно пересчитать, там, ну, ну, не очень, не много. Которые до сих пор во всех книгах, во всех историях вспоминаются в Израиле, как праведники, и за них, за их не семьи, и дома возносятся молитвы к Богу. Потому что эти люди, не будучи, не имея к евреям никакого отношения или к еврейству, но имели большое сердце, еврейское сердце, и имели вот эту душу Авраамову, которая, я вам говорил, на которой Бог будет священников своих поднимать. Вот те люди, их было очень мало, но они были. И основная часть это были те, кто ненавидели, и кто помогал, помогали всячески Гитлеру осуществить его план. Говорят, что найдена записка, в которой сказано, заключен договор между ним и Сатаном на уничтожение 12 миллионов евреев, это подписано, было кровью прописано, и подписи Гитлера стояла. Я не видел этой записки, но о ней говорят, когда рассказывают истории в Аушвице и везде. Так вот, всячески помогали. есть еще та категория, которая думает, что мы и не помогаем, но мы не предатели, мы и предавать не будем. То есть, мы нейтральны. Нет, друзья, это лукавство. И будет между вами да-да и нет-нет. Все, что больше того, то есть, есть ли, может, все это от лукава. Или ты среди праведников, и ты становишься практически частью этого народа, да, или ты среди тех, кто делает вид, что любит. когда это вот такое благоприятное время, ко мне часто рассылки приходят, сегодня молитва за Израиль, присоединяйтесь. Хочется иногда написать, молитесь за себя, потому что мы уже сколько понесли на этой земле, и перенесли, еще перенесем, потому что Бог говорит, бью же всякого сына, ко мне приходящего. Это не из-за того, что Бог какой-то такой, знаете, садист. Нет. Он воспитывает, и надо пройти через этот огонь, чтобы очиститься, по-другому нельзя. И невозможно просто. И испытываются всегда на прочность те, кто крепкие. А вот и вот эта середина, она не существует. Вот эти все улыбающиеся и любящиеся на словах. И давайте помолимся за Израиль. Это все слова. На деле это те, кто равнодушен. Но я же говорю, равнодушных не бывает. Если есть любовь, есть ненависть. Все. больше дрова, извините, нет. Ну вот, нет и все. В мире есть два цвета. Белый и черный. Вы знали об этом? Нет? Ну, может, кто-то знал, может, нет. Белый и черный. Так вот, половина преломления лучей, то есть цветов, получается от преломления белого цвета, вторая половина от черного. Ну, то есть другие цвета получаются. А так, по сути, белые и черные да, нет. Вот так вот. И кто ты приходится сегодня выбирать. кто-то если думает, что можно отложить это на завтра, друзья, события так сильно быстро разворачиваются, что завтра может и не быть. И кто его знает, успеете ли вы? А это лакносовая бумажка, вы помните, была просто, ну, я имею ввиду Авраама и всех от него произошедших. Была поставлена в мир для того, чтобы этот мир выбрал благословлять или злословить. И те, кто злословит, то есть не благословляют, те проклятые навсегда. Те, кто благословляет, получат благословение от Бога. и это вы знаете, как Бог благословляет. И ну, я не обещаю вам кучи денег, я не обещаю вам, ну, я говорю, что Бог, Бог есть спасение наше. И вот это самое главное. Потому что жить только земным, ну, глуп тот, кто надеется на Бога, только здесь, в этом мире. Впереди вечность. И на ней надо помнить всегда. Ну, пожалуй, я на этом и закончу, друзья. Так и не перейдя к основательной акторе, ну, очень хотелось вот то, что на сердце сказал. Очень, ну, не люблю лицемерие. И сам стараюсь не лицемерить. Надо говорить правду, так как она есть. И ну, других прошу. Не, ну, кто-то не принял этого серьезного решения стать и идти этим путем. Ну, не смешите, пожалуйста. Не становитесь хотя бы клоунами. Идете своей дорогой, идите, проходите мимо. Но вспомните, что нам с вами не по пути. Тем, кто выбрал этот путь, не обещаю, что он будет легким, но обещаю, что он приведет вас в жизнь вечную. Потому что узкий тернистый путь, ведущий в спасение, а широкий и пространный ведущий в погибель. многие поищут пойти вот этим узким тернистым путем. Многие сегодня ищут, действительно ищут, но немногие пойдут. Понимаете? Вот так устроил Бог и так оно есть. Поэтому всем, кто встал на этот путь, скажу слова, повторю слова Иисуса Навина. Те слова, которые Бог говорил Иисусу Навину. Будь тверд и мужествен. И он потом еще раз говорит, будь тверд и мужествен. И еще раз повторил. И будьте твердые и мужественные. Держитесь друг друга. Сражайтесь за друг друга. Помогайте друг другу. Поддерживайте. Потому что только вместе мы сможем не ословить пути и дойти до конца. Я не знаю, сколько кому осталось еще пройти по этому земному пути. Но нам надо обязательно дойти. Вот. Нам надо дойти. Несмотря на то, что сегодня вы знаете через наших ну через вот это порождение Исава, от этих Амаликов и других народов. Идут такие атаки и в основном они все направлены на то, чтобы ассимилировать евреев. То есть то, что не сделал Гитлер пытаются сделать вот эти эдамляне вместе с Измаилом. в этом участвует Вавилон как же без него великая блудница и все ей подломные. Друзья, заканчиваю Вавилон ну может быть немного грустное получилось может быть как-то ну оно не сильно вдохновляющее но не всегда же к этому масленицу иногда надо знаете и трезвиться потому что действительно мы живем в очень сложное время и действительно сегодня мир предлагает сколько всех благ и у тех и всего что очень трудно устоять очень трудно не упасть в искушение особенно когда перед тобой примеры как бы верующих но только мелькает успешных процветающих вот так только и ты думаешь ну что ж ты глупее ну что ты не мог вот так ну что тебе стоит изменить свою теологию и начать рассказывать немного другом ну тебе и подписчиков будет сто тысяч и из дома не надо будет выходить ну друзья каждому свое я вот этот путь выбрал и у меня назад дороги нету чего и вам желаю шаббат шалом всем доброго шаббата и всем радостного шаббата любите друг друга дорожите друг другом особенно это касается в отношениях мужа и жены вспомните что вы давали друг другу какие вы давали друг другу обещания и возможно обновите свои заветы ну вспомните вот эти слова которые вы давали кролись друг другу не оставлять друг друга друг друга ни в радости ни в горе ни в болезнях и сдержите свои обещания и также и дети и все все остальные любите дорожите тем временем которое нам дано здесь на земле другого уже я думаю не будет до всех всех благ шалом шаббат шалом до новых встреч до свидания до новых встреч